Улучшить беспилотник, сделать систему слежения безопасной и так, чтобы она не зависела от интернета. Это умеют украинские школьники. Их идеи нашли признание на международных конкурсах. Инесса Занина продолжит тему. Максим победитель украинского этапа международного конкурса юных изобретателей Intel Techno. Создал систему слежения за беспилотными аппаратами, независимую от американской GPS или российской GLONASS. Говорит, это важно для дронов, работающих в зоне АТО. Я перед собой поставил задачу создать такую систему отслеживания, которая не зависела бы ни от GPS, ни от GLONASS, ни от другой сети, включая интернет. И могла бы отслеживать перемещение дрона или другого летательного беспилотного аппарата при потере связи с GPS или GLONASS и возвращаться на исходную позицию. Над этим беспилотником черниговские школьники работали два года. Его себестоимость около 250 долларов. Аналогичные приборы иностранных производителей обойдутся в 10 раз дороже. Инновация проекта – усовершенствование системы радиолокационной защиты и реактивные ускорители. Бюджетный вариант беспилотника с антирадарной системой и реактивным ускорителем. Его можно использовать в фермерском хозяйстве, в рыбохране – лесном хозяйстве. Беспилотник протестирует на полигоне одного из учебных центров Вооруженных сил Украины для возможного дальнейшего использования в зоне АТО. Вот это параболическая антенна. Тройной вибратор видит только нас, то есть передачи, которыми мы управляем. Его сигнал нельзя перехватить. Ребята могут сидеть в блиндаже и управлять беспилотником, направить его на любой объект, в том числе танк, который можно уничтожить, прикрепив к аппарату пластид. Тем самым мы сохраним жизни наших воинов. Бюджетный беспилотник готов приобрести Черниговский испытательный центр Вооруженных сил Украины.